Доброго времени суток, дамы и господа. Этот рабочий работает уже очень долго. Что-то строит, что-то перестраивает, вбивает своим молоточком разные объекты. Он строит довольно-таки интересную вещицу, которая появится в World of Warcraft довольно-таки скоро, а именно торговая лавка. Торговая лавка — особое здание, которое является, скажем так, батл-пассом в Вове. Совсем скоро стартанет обновление на ПТР, в котором можно будет протестировать абсолютно всю эту торговую лавку, увидеть награды, увидеть различные критерии для получения наград. И давайте перейдем к скриншотам, чтобы более детально все это рассмотреть. Поехали рассматривать скриншоты. Первая картинка — это то, как будет выглядеть у Альянса. Собственно, на этом самом месте я сейчас стоял на видосе, и вот так вот оно будет выглядеть. Интересно? Ну да, неплохо. Флаг Альянса, сундучок. Красивенько в целом. Мопцы разные. Окей. Так будет выглядеть у Орды. Рядом стоит Небесный Скакун. Сейчас поймете, почему. Там есть один интересный момент, связанный с ним. Тоже неплохо, да? Флажок имеется, мопцы есть, сундучок есть. Круто смотрится. Идем дальше. Следующая картинка, третья. На третьей картинке мы видим весь этот батл-пасс. Что получается? Мы накапливаем тысячу поинтов за 30 дней. И вот оно у нас уже идет на февраль. То есть, получается, это ждет нас уже в феврале, наверное. Окей. Если оно так, то это довольно-таки круто. И различные поручения, они разбиты по различным вкладкам. То есть, драгонфлайтовские, на донжи и подземелья, на различные праздники по типу, там, зимний покров, любовная лихорадка. Озор. Разная, да? Резуррект от плеерс. Воскресите игроков. Окей, хорошо. Покажите свою любовь драконьим аспектам. Быть может, нужно просто там каждому драконьему аспекту прописать команду, да? Слэш любовь. Вот. Что тут еще? Шоу сам лав ту фоллен драгонс. Покажите свою любовь падшим, павшим драконом. Окей, хорошо. Пят батлс. О, моя любимая вкладка, замечательно. Окей, хорошо. Профессии, пвп, квесты. Наверное, выполнить там определенное количество квестов. И то есть, на заполнение этой полосы нам дается 30 дней. Окей, хорошо. Что мы получаем? Мы получаем, похоже, какую-то особую валюту, особые какие-то поинты. И, само собой, вопрос следующий. Куда же их тратить? А вот куда их тратить? Тут слева имеется полный список. Ну, наверное, он будет обновляться как-то периодически. По своему какому-то таймеру. То есть, вот, например, 6 дней. И через 6 дней, наверное, товары поменяются просто-напросто. И тут даже имеется... Вот он, небесный скакун. Целестиал стит. Правильно прочитал? Надеюсь, что да. Да, это реально небесный скакун. То есть, его можно будет купить за 900 поинтов. Это довольно-таки интересно. Также имеются всякие трансмоги, горлок. Кто это? Питомец, наверное. То есть, различные элементы кастомизации нашего персонажа. Это вещицы какие-либо красивые, то есть, на трансмог. Это маунты, это питомцы. Это иллюзии чар, возможно, тоже будут продаваться. Посмотрим. То есть, само собой, эта система будет развиваться, эта система будет расти. На фоне этого, что можно подумать? При введении батл пасса станет ли вов каким-то бесплатным продуктом? Вопрос хороший. Даже если вов станет бесплатным, я больше буду рад, чем я огорчусь. Потому что больше людей начнут интересоваться вовом. И многих-то людей по факту отпугивает вов тем, что нужно ежемесячно платить. А тут бац, и, например, вов там станет бесплатным через полгода или год. Это будет даже очень хорошо. Я реально буду этому рад. Касательно введения наград, ну, пускай вводят, окей. Мы уже за твич-дропсы получили всяких там и ТСГшных маунтов, и различных там питомцев, и игрушки различные. Самое главное, чтобы близы их выдавали нормально, да, с твич-дропсов не было никаких проблем в будущем. Вот. Ну, если тут решат выдавать таким же образом за выполнение всяких активностей, пускай. Пускай завлекают в игру как только можно больше людей. Если у них-то получится, то будет хорошо. Я буду только рад. На этом, пожалуй, всё. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.